Друзья, 8 октября, плодородие земли, Замбулат и Аслан. Друзья, давайте вот один из способов рассмотрим, как нам грибы на участке завести. Друзья, помните, я вам показывал, как мы сыпем кучки на земле, кучки на земле. Закладывал я древесину и просто засыпал ее органикой, да? Просто засыпал ее органикой. Ну вот, одна из таких куч, вот я ее ящиками накрыл от этих, от курей. Древесина, потом более такая, доступная легкая органика. Листья, солома, трава, накрываем древесиной. Вот вам закладка для грибов, понимаете? Уже даже грибы туда не надо закладывать. Она сама покроет, ну, сама зарастет грибами. Рано или поздно эта куча или на месте этой кучи начнут расти грибы. Теперь смотрите, можно делать не кучи, а вот ямки, да, ямки. Вот смотрите, когда мы видим в лесу грибы, да, вот в одном месте грибы, потом рядом грибы, потом следующее, потом в сторонке, да, вот семьями называют, да, когда мы видим семью грибов, да, семью. В разных местах по несколько штук вскочила. Как вы думаете, что это такое? Я вам отвечу. Вот смотрите, росло дерево. На его корнях были грибы, там различные симбионты, да. Все, дерево погибло, упало. От него и следа не осталось. Бревно где-то в стороне лежит, ствол где-то разлагается в стороне, ветки уже сгнили. Но под землей осталась масса древесины, которая в полтора раза больше, чем надземная часть этого дерева. Вот дерево, которое упало, в полтора раза древесины больше, ну, это его корни. И они же остались под землей, эти корни. И вот эти корни начинают разлагаться, да, и их захватывают грибы, эти корни. И каждый год на месте этих корней, вот там, где мы же не видим на земле, где под землей корни растут, да, Но по грибам можно понять, вот, ну, вот, корни, докуда от этого дерева распространились, да. То есть вдоль корней этого дерева, да, которые уже разлагаются под землей не первый год, Вот, вырастают грибы, грибы вырастают там, где есть избыток углерода. Грибы это сгусток углерода, сгусток, ну, определенной формы углерода. И появляются вот эти плодовые тела, то есть зацветают они там, где углерода удавись сколько, понимаете, с избытком. И вот именно там, где вот избыток углерода, да, вот в местах его избытка, ну, так скажем, избытка, а на самом деле достатка, да, В местах его полного достатка для грибов они и зацветают. Вот там, где корень, да, еще какие-то, может, вещества, вот там удобнее всего, вот прям на корне. Вот он зацвел там, образовались вот плодовые тела грибы, выпустили споры и исчезли. Вот на самом деле это половые органы, они всходят, выпускают споры и исчезают, они больше не нужны. Нужны они только для размножения. А само тело гриба, сам его организм состоит из массу тончайших нитей, которые могут там на километр растягиваться, да, вокруг, допустим, ну, грибницы, вокруг центра грибницы. На километры могут вытягиваться в самые разные стороны и в глубину, на десятки, если не на сотни метров уходить. Поэтому, друзья, копируем природу. Давайте, ну, закопать мы не сможем, бревна закапывать не будем, да, как корни. Хотя можно и бревна позакапывать, у кого сколько, скажем так, дури, да, и здоровья. Можно и бревна повкапывать. Ну, можно вот делать вот такие ямки, вот так, относительно свежей, но довольно вот объемной, да, древесиной, вот так заложил ямку. Можно несколько наверх торчащих оставить, чтобы наверх торчали несколько, но не все, незначительная часть, чтобы наверх виднелась. Вот, смотрите, вот я вовнутрь, вовнутрь, еще раз, еще кладу древесину, еще, и вот во все щели тоже, вот, чтобы забилась древесина, да, но прежде, прежде, смотрите, я заложу туда, вот древесина, да, смотрите, я вот такие грибы сорвал, ну, другие под руку не попались. Вот здесь, вот грибы, грибы, вот вместе с грибницей, да, вот так взял, вот здесь я их тоже расположу, вот здесь, прям вот в этой органике древесной, да, то есть я сейчас имитировал корни под землей, и вот сразу грибницу туда внес. Ну, либо шляпки грибов можно внести, либо кусочек грибницы, вот прям вот грибы, и под ними вот еще немного грибницы возьмите. Вот это сюда можно разместить. Следующий ингредиент, вот у меня есть сено с навозом, прям вот, ну, подстилка, скажем так, даже не из-под коров, ну, не хочу я наверх, чтобы торчали, не из-под коров, а из-под лошадей, вон, свежий, свежий навоз. Вот, заложу сейчас свежим, ну, этим навозом и сеном, подстилкой, скажем так. То есть я создал, создал избыток органики, видите, избыток органики создал, избыток углерода, вот древесины. И, естественно, это все можно накрыть, сверху еще листьев можно. И смотрите, весной, весной, или сейчас, осенью, сюда еще что-нибудь посадить можно, понимаете? Вы представляете, как богато здесь вырастет, вот, ну, любая культура, любая. Вот сейчас, если вы сделаете несколько таких лунок, то здесь очень богато вырастет любая культура, очень урожайная и без болезней, да, вот в такой лунке. А еще потом, в дальнейшем, здесь будут появляться грибы. Но какие грибы, я вам не скажу. Ну, те, которые я посадил точно, те, которые были на самой древесине, которую я сюда положил, точно взойдут. Может быть, те, которые были на сении в навозе с коровой, тоже взойдут. То есть здесь может взойти несколько десятков различных грибов. То одни, то другие сначала. Одни появятся, потом другие. Потом третьи могут появиться. Это и так каждый год. И так каждый год на протяжении нескольких лет, пока этот корень будет под землей разлагаться. Пока там будет избыток углерода, в этом месте могут цвести грибы. Цвести грибы. Вот такая лунка и вот такая закладка источника для грибов. А вообще вот грибы, чтобы у вас... Понимаете, есть грибы, которые растут с деревьями, да, на корнях деревьев. Есть грибы, которые растут на органике, а именно на древесине. На древесине, которая поверх земли лежит, да, поверх почвы. А есть грибы, которые растут на древесине, которая внутри земли, вот именно на корнях. Есть и такие, которым с корней стартовать надо И вот сейчас мы размножаем именно такие, которые растут на мертвой древесине Которая осталась под землей То есть которые растут на мертвых корнях деревьев Именно такие грибы мы сейчас размножаем И таких грибов очень много И очень многие из них съедобные Очень многие из них съедобные Поэтому не факт, что уже через год-два вы будете с этого места есть грибы Но не те, которые растут с деревьями, а те, которые просто в органике растут И вот в частности на мертвой древесине, которая под землей Просто можно получать грибы на древесине, которая над землей А есть грибы, которые под землей, те будут из земли вырастать Но под землей будет разлагаться древесина, просто мы этого не видим Вот рекомендую сделать на интерес несколько таких заправленных древесиной лунок И ждать грибы Ну и то, что здесь будет плодородный участок на протяжении долгих лет Очень плодородная лунка за счет той древесины, которую мы вкопали Здесь будет несколько лет подряд хороший урожай Вот именно в этой точке Именно в этой скрытой под землей плодородной лункой Плодородной лунки Под землей у нас сейчас плодородная лунка Прям вот горшок, набитый плодородьем Всевозможной органикой Целые запасы древесины там на несколько лет Для любого растения Для любого И, скорее всего, здесь ждем грибы Не скорее всего, здесь однозначно появятся грибы Они тут будут неизбежно Может, не на следующий год Но рано или поздно появятся Субтитры создавал DimaTorzok